Не замазаны швы, обваливается штукатурка. Жители дома на Свердловском проспекте жалуются на капитальный ремонт. Даже пригласили народных контролёров. Почему к приезду активистов в стенах многоэтажки вдруг пропали дыры? Расскажем в следующем сюжете. Всё свеженькое, другая краска. Потому что здесь немножечко беленькие, вот чёрные. Вот здесь было всё отвалено. Вот там внизу было. Вот видно уже сразу, вот здесь крыльцо было, вот это всё, как бы пусками всё отваливалось. Людмила Борисова показывает, как сделали капитальный ремонт в её доме. Говорит, ещё в начале недели в стенах были дыры. Но накануне приезда народного контроля их закрасили. Пенсионерка живёт в этом доме почти полвека. Признаётся, здесь ни разу не было ремонта. Поэтому известие о том, что многоэтажку наконец-то подлатают, была очень рада. Были очень счастливые, потому что хотелось. Во-первых, первые были в нашем районе. И хотелось, чтобы, конечно, было всё красиво, замечательно. Радовались недолго. Через какое-то время уже смотрим, что картина немножко меняется. Подрядчик, узнав о депутатской проверке, стал наспех устранять огрехи. Строители, видимо, так торопились скрыть некачественный ремонт, что лезли закрашивать обвалившуюся штукатурку буквально по стенам. Дом на Свердловском проспекте проверяет народный контроль. Активисты смотрят, как отремонтировали фасад многоэтажки. Владимир Бурматов показывает нацеменные подтёки на стене пятиэтажного дома. А вот здесь осыпалась штукатурка. Хотя ремонт делали всего лишь полгода назад. Это у депутата Государственной Думы вызывает возмущение. Понятно, да, почему это оставили. Потому что краской это не замажешь, всё равно будет видно, что здесь всё вывалилось. И просто решили, бросили и оставили вот таким вот образом. Если оплата ещё не проведена, то значит не закрывать акт до переделки работ за собственный счёт. Если оплата уже прошла, мы сейчас это выясним с региональным оператором капитального ремонта, значит переделывать работы по гарантии, которая даётся подрядной организации. Почему рабочие сделали некачественный ремонт? Мы спросили у представителя подрядчика. На данный момент я оставлю эту тему без комментариев, потому что есть несколько причин данному событию. Поэтому комментировать мы рассмотрим всё это и примем свои решения. Народные контролёры дали срок для исправления всех недочётов не более двух месяцев. По истечении этого времени активисты вновь приедут сюда с проверкой.